В окрестностях Пустозерска найдено более 500 артефактов каменного века. Наконечники стрел, фрагменты керамической посуды и орудий труда привезли сотрудники Пустозерского и Краевеческого музеев из археологической экспедиции. Исследования молодых ученых станут первым шагом на пути углубленного изучения скрытых памятников старины Пустозерска и его окрестностей. Необычные находки эпохи Мезолита, Неолита и раннего бронзового века найдены практически на поверхности Земли. На языке ученых это называется подъемный материал. То есть, когда для сбора археологических объектов не проводятся раскопки и земляные работы. Артефакты, которые в свое время были тем или иным путем утрачены древним человеком, сломаны, разбиты, забракованы, выброшены, потеряны во время охоты. Ну и само собой, они, видимо, не были хозяином подобраны. Постепенно их занесло песком. А так как на песчаных выдувах почва постоянно двигается, песок перемещается, а объекты, постепенно освобождаясь от слоя песка, выходят на поверхность. Район Восточного побережья Городецкого озера, где проходила недельная экспедиция, вообще богат на древние артефакты. Ежегодно туда приезжают ученые из Архангельска, Сыктывкара, Москвы и других городов России и мира. Такая экспедиция первая, потому что проводилась исключительно с сотрудниками местных учреждений. Два сотрудника из Нинецкого окружного кровеческого музея и один сотрудник из Пустозерского музея-заповедника. Сейчас по всему собранному материалу составляется фотоотчёт, который отправится в Министерство культуры. Сами находки останутся в музее. Чтобы выставить их на экспозицию, необходимо установить датировку. Этим будут заниматься сами сотрудники музея на основе научной литературы. Ещё одна совместная археологическая поездка двух музеев в район Пустозерска стартует 7 августа. Её цель – продолжение начатых в 2015 году археологических раскопок эпохи Средневековья Югорская сопка. Валентина Чемичек, Антон Водряков, Телеканал «Север». Продолжение следует... Продолжение следует...